Вы смотрите итоговый выпуск программы де-факто событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Чрезвычайная ситуация, работа правоохранителей, дорожная обстановка, все самые громкие факты в еженедельной рубрике обзор происшествий. Следствие продолжается. Назначена экспертиза по факту гибели рабочего на Светлогорском ЦКК. Осень, пора пожаров. Как пользоваться огнетушителем и почему возгорание части носит сезонный характер, выясняла Вероника Гомзюкова. О профилактической работе МЧС и правилах противопожарного поведения в быту поговорим с заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Александром Меркуловым. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. В Гомеле произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Предполагается, что автомобиль Mercedes Sprinter двигался по Реческому проспекту в условиях сильного дождя. В районе остановки Микрорайон Молодежный 33-летний водитель наехал на пешехода. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному разметкой. Мужчина погиб на месте происшествия. Если вы располагаете какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по телефонам, указанным на экране. А в Гомельском районе на машине перевернулся нетрезвый водитель. 31-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus и двигаясь по автодороге новобилица Чонки-Борец, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, а также состояние проезжей части. Вследствие чего не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожетранспортного происшествия водитель госпитализирован в Таракальное отделение областной больницы. Завершено расследование убийства 59-летней жительницы Гомеля. По версии следствия, в 2019 году 43-летний уроженец города Луганска приехал к потерпевшей в гости. Они выпили, а после гости задушил хозяйку. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый прибрался в квартире. Перед уходом похитил золотые украшения, телефон, деньги и другие предметы на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. Тело потерпевшей обнаружил ее сын. На следующий день 43-летний мужчина был задержан в ходниках возле дома новой интернет-знакомой. Сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку топлива в Речице. Volkswagen Passat двигался по улице Мицкевича. Им управлял 64-летний местный житель, который перевозил 160 литров дизельного топлива в 8 канистрах. Обстоятельства выясняет налоговая инспекция. Нахождение в нетрезвом виде на рабочем месте привело к печальным последствиям. Ввинувшую пятницу в Реческую районную больницу из деревни Яновка был доставленный стопник 1962 года рождения. Мужчина проводил работы в школьной котельной. Из-за критического повышения давления в системе произошел разрыв сварного шва котла. Сельчанин в этот момент находился рядом, в результате чего получил ожоги кипятком и травмы различной степени тяжести. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. В Жлобинском районе в поле сгорел комбайн. Это произошло в трех километрах от деревни Папоротное. Машина числится за сельхозпредприятием Агро Коротковичи. Водитель не пострадал. Возгорание произошло в моторном отсеке. В результате пожара комбайн полностью уничтожен. В Жлобинском районе 7-летнего мальчика убил электрическим током. Ребенок проник на территорию подстанции, расположенной в деревне Малевичи. Сообщили в Гомеленерго. Мальчик приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи. Территория подстанции была закрыта, уточнили в организации. Проводится проверка. А в Жлобине наркоконтроль задержал любителя марихуаны и грибов-галлюциногенов. Урожай травки 40-летний мужчина хранил в трехлитровой банке, а для большего эффекта добавлял в смесь грибы поганки. Эксперты дали заключение о том, что изъятое вещество – это марихуана весом 570 граммов. Изъяты также приспособления для просеивания смеси и устройства для курения дурмана. В Гомеле водитель автомобиля каршеринга, уходя от погони ГАИ, так резко вошел в поворот, что чуть не потерял пассажира. Тот едва удержался после того, как на ходу у машины открылась правая передняя дверь. Правонарушителем оказался 19-летний бесправник, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии. Авто арендовала его девушка, а водители с другом решили на нем съездить в магазин. Нарушителя ждет крупный штраф. На пожаре в Лоевском районе работникам МЧС спасено 6 человек и эвакуировано трое. Около 10 вечера на пульт дежурному поступило сообщение, что в деревне Убарок горит квартира на первом этаже жилого дома. Из задымленного помещения были эвакуированы хозяин квартиры и его супруга. Обоих передали работникам скорой медицинской помощи, однако женщина впоследствии скончалась. Многодетную семью с верхнего этажа удалось спасти. При помощи лестницы вниз спустили супругов и их троих несовершеннолетних детей. Младшему из которых 2 года. Основная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Продолжается расследование уголовного дела, которое следователи возбудили по факту чрезвычайного происшествия и смерти человека на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Напомним, 19 октября работники филиала общества с ограниченной ответственностью Треста Билл Сантехмонтаж номер один выполняли на территории комбината огневые работы. Из-за нарушения правил охраны труда произошел взрыв бака с таловым маслом. Погиб электросварщик. С высоты резервуара рабочий упал на асфальт. О расследовании инцидента и допущенных ошибках наш следующий материал. Эти кадры облетели все социальные сети. Последствия взрыва снимали и очевидцы, и журналисты. Электросварщик, который находился на площадке резервуара с маслом, выполнял работы по прокладке трубопровода от клапанов бака. Пары горючей жидкости воспламенились, и взрывной волной рабочего откинуло на асфальтированную дорогу. Медики поделать уже ничего не могли. При падении с высоты мужчина получил смертельные травмы. По словам руководства целлюлозно-картонного комбината, пожар не повлиял на общий технологический процесс. Соседние баки ни взрывом, ни огнем не повредило. Их содержимое – таловое масло. Это побочный продукт производства целлюлозы. Из него получают органическое вещество – канифоль. Работали системы бесперебойного питания. Завод работал. Получается, цех был только обесточен один. Все остальное производство работало в штатном режиме. Однако трагедии избежать не удалось. В обстоятельствах сейчас разбираются следователи. Их задача, опираясь на материалы экспертов, дать правовую оценку случившемуся. Назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются должностные лица подрядной организации и завода, а также работники. Изучается изъятая документация по охране труда, по технике безопасности и по проведенным огневым работам. Светлогорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса Беларуси. То есть нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Установить ответственных за происшествие – задача следствия. Задача же для всех, без исключения рабочих, не идти на нарушение правил охраны труда. Даже под воздействием складывающихся обстоятельств. Результата может и не быть, а цена окажется слишком высокой. По статистике, немалая часть пожаров происходит в домах с печным отоплением. Нарушение требований пожарной безопасности, неисправность оборудования – все это может привести к плачевному, а порой и непоправимому финалу. Наши корреспонденты искали решение проблемы. В Легческом районе спасатели ликвидировали возгорание кирпичного гаража. Огонь повредил стены и потолочное перекрытие. А в Садовом товариществе Светанок Гомельского района в результате пожара уничтожено кровля деревянной бани. В деревне-городок Лоевского района горел деревянный жилой дом. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших. Одинаковая и причина возникновения пожара. Нарушение правил эксплуатации печетя, плагенерирующих агрегатов и устройств. За 9 месяцев этого года на территории Гомельской области произошло 115 пожаров по причине неисправности печного отопления, в которых 4 человека погибли. За август было 4 пожара, а за сентябрь – 10. Для предотвращения трагедии сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические спецмероприятия. Состояние печного отопления проверяется каждый год. Владельцы домов, как правило, поддерживают печки в надлежащем состоянии. Однако мелкие нарушения выявляются. Работники МЧС делают акцент на установку притопочных листов согласно нормам пожарной безопасности. Следует перед началом отопительного сезона проверить свою печь. Притопочный лист возле топочного отверстия по данным требованиям на сегодняшний день не должен быть соответствующих размеров. Достаточно, чтобы он был на ширину притопочного отверстия, а также из негорючей стали. Мне запрещено, конечно, также покрывать его различными красками, как это любят делать у нас в различных деревнях, потому что краска является горючей все-таки жидкостью. И тем самым при попадании угля из топочного отверстия во время топки печи может произойти возгорание. К сожалению инспекторов, в каждом рейде находятся и не совсем добропорядочные граждане. Есть владельцы частных подворий, которые захламляют свой участок мусором и строительными материалами. Встречаются и люди, которые не устанавливают извещатели и на притопочном листе размещают макулатуру. Если в процессе отопления искра попадет на вторсырье, возгорания не избежать. При подготовке к зиме в Гомельской области ежегодно обследуются более 70 тысяч домов с печным отоплением. По каждому недостатку, выявленному при проверке, принимаются конкретные меры. Выносятся рекомендации и направляется информация родным владельцев жилья, а также организациям по последнему месту работы. На сегодняшний день спасатели прибегают ко многим способам для того, чтобы обезопасить наших граждан. В преддверии отопительного сезона, конечно, прибегают спасатели и к старым проверенным методам. Это посещение домовладений, рассказывание, проверка печного отопления, рассказ гражданам, инструктирование их по правилам пожарной безопасности в своих частных домовладениях. А также подходят к различным креативным способам. Это такие способы, как написание писем нашим одинокопроживающим гражданам, пенсионерам, куда прилагается инструкция по правилам пожарной безопасности. И нашим пожилым гражданам рассказывают, как необходимо вести себя в той или иной ситуации, а также как сделать свое домовладение безопасным и подготовленным к отопительному сезону. Сотрудники МЧС также рекомендуют приобрести огнетушитель. Главное – уделить этому время и подойти к покупке ответственно. Обратить внимание стоит на множество характеристик, начиная от сведений о сертификации и заканчивая датой перезарядки. На огнетушителе должен стоять знак соответствия с регламентом. Если есть манометр, проверяется в норме ли давление. На огнетушителе проставляется маркировка о том, что этот огнетушитель, какие вещества может тушить. Если есть манометр, мы обязательно должны проверить, нормально ли в нем давление. Дальше на огнетушителе мы видим, как им нужно правильно пользоваться, где его нужно хранить, в каких температурных погодных условиях. Следует обратить внимание о том, что испытывать и перезарядь огнетушитель следует так, как написано на самом огнетушителе, на его маркировке. Вот в данном случае указано – испытывать и перезарядь не реже в одного раза в пять лет. Продавцы огнетушителей отмечают – белорусы сейчас относятся к такой покупке с большой ответственностью. Всегда просят паспорт, средства, обращают внимание на отметку о сертификации. Правда, связано это отчасти с требованиями прохождения техосмотра. Российские огнетушители не подходили по стандартам, поэтому их возвращали назад. Раньше в центре внимания спасателей были и небезопасные обогреватели. Сейчас ситуация изменилась. Необходимо использовать только сертифицированные электроприборы. Конечно же, перед применением, использованием этого электрического прибора необходимо ознакомиться с инструкцией. Не допускается, чтобы электроприбор, как многие граждане у нас любят включить, и он работает всю ночь, до отхода ко сну необходимо выключить электроприбор. Не допускается перегружать электросети, минимизировать напряжение данной сети. Конечно же, также не стоит сушить на электроприборах различные вещи и ставить их подальше от горючих конструкций, а также от мебели в своих домовладениях. Проверки в ближайшее время будут продолжены. Сроки устранения недостатков, взятых на контроль. Вместе с тем, спасатели призывают граждан не оставаться сторонними наблюдателями и устранять замеченные нарушения. Вероника Гамзюкова, Игорь Морищенко, специально для программы «Дефакто». Статистика пожаров в осенний период всегда неумолима, но профилактика не отстает. О том, как ведется работа с населением по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в каких случаях может быть оказана помощь и как обогреть свой дом, чтобы не остаться без крова. Поговорим об этом с заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Александром Меркуловым. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. За окном все-таки похолодало, люди стали пользоваться печным отоплением и обогревателями, но некоторые пытаются согреться употреблением спиртных напитков. Как все это повлияло на статистику пожаров в Гомельской области? Если брать статистические цифры, то на протяжении последних 10 лет количество пожаров неуклонно сокращается. Если мы возьмем цифры прошлого года на текущий период и, соответственно, 2020-го, то я хочу отметить сокращение числа пожаров около 10%. Неизменными остаются причины возникновения пожаров. Александр Владимирович, а за последние три недели, вот с начала октября, что можно говорить, глядя на происшествия в Гомельской области? Безусловно, похолодание и изменение климатических условий способствовали тем, что граждане начали отопительный сезон и начали активно использовать печное отопление для обогрева своих жилищ. Существующие возгорания фиксировались по этой причине? По неправильной эксплуатации печного отопления? Нет, в настоящее случае причины возгорания, основными версиями причин возгорания, послужило неосторожное обращение с огнем наших граждан. Это распространенная причина? Это самая распространенная причина возникновения пожаров. По статистике, более половины всех пожаров происходит именно по этой причине. Далее следуют причины технического характера, такие как нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Они занимают в общем случае порядка 17%. Александр Владимирович, а курение в состоянии алкогольного опьянения как часто встречается? Опять же, возвращаясь к статистическим данным, две трети погибших на пожарах находились в состоянии алкогольного опьянения. Неисправность печного отопления, как мы уже отметили, может привести к чрезвычайной ситуации. Как предотвратить беду? Прежде всего нужно знать, а во-вторых, соблюдать меры безопасности. Об этом мы спросили у гомельчан. Осень и пора, когда в домах и квартирах возрастает нагрузка на электропроводящие сети. И давайте послушаем ответы о том, как не допустить пожара в осенне-зимний период. Надо правильно устанавливать защитное устройство. УЗО, автоматы. Все это предписано правилами пользования электроприборами. На рассчитанную нагрузку должны быть установлены. Выключать электроприборы, когда уходишь. Не оставлять газ включенным. В частном доме особенно это опасно. В частном доме надо, во-первых, проверить, наверное, чтобы все было. Если частный дом, опять же, смотря какой частный дом есть, там есть печки и камины, проверить дымоходы все эти. И, насколько я знаю, все побелить трубы на чердаках, чтобы было видно малейшая копоть. Вот это, это в первую очередь. Во-вторых, наверное, дымоходы, чтобы были все прочищены. Ну, профилактика, чтобы проводилась. Наверное, вот это. Ну, и не оставлять без присмотра. Это, наверное, самое главное. Обогреватели все, если кто-то включает. Проводку, опять же, проверять. Чтобы не было, чтобы все было заизолировано. Чтобы вилочки все эти были, которые в розетку включаются. Я считаю так. Обращаться аккуратно с огнем, с печкой, чтобы печка была полностью сделана. Побелено, все было аккуратно, чтобы не падала никакая искра, ничего. Что еще? А так, пользоваться, например, как я живу в частном доме с газовым отоплением, пользоваться аккуратно газовым котлом, чтобы все было закрыто, дымоход был почищен. При печном отоплении нужно ухаживать, досматривать хорошо печь. Смотреть, чтобы там не было трещин. Проводить вовремя технический осмотр. Вот такие мнения прозвучали. Желаете ли что-либо добавить к умениям гамильчан? Все, что сказали, как ответили на поставленный вопрос наши граждане, конечно, правильно. Они практически назвали основные моменты, которые нужно соблюдать. Основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать. В нашей стране действует ряд нормативных документов, которые регламентируют правила безопасности. Я бы выделил, наверное, в первую очередь, это требования, которые необходимо соблюдать при устройстве новой печи, то есть при ее строительстве. Вот это наличие необходимой противопожарной разделки и отступки. Это, соответственно, наличие притопочного листа. Это нормативная высота дымовой трубы и так далее. Далее блок требований, которые необходимо соблюдать уже при эксплуатации имеющейся печи. Перед началом отопительного сезона гражданам необходимо произвести осмотр печи. Во-первых, визуально убедиться в отсутствии трещин и сколов. Во-вторых, требования по безопасной эксплуатации печи. Первое правило и, наверное, основное – нельзя оставлять горящую печь без присмотра. Второе – нельзя складировать непосредственные близости от печи сгораемые вещества и материалы. При растопке печи нужно использовать только твердые горючие вещества и материалы или жидкости, специально предназначенные для растопки. Нельзя использовать легко воспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, керосин и так далее. Давайте поговорим про электроприборы. Очень часто в этот период люди пользуются теплогенерирующими устройствами. И это тоже фактор, который влияет на статистику пожаров. Были ли примеры и о чем нужно помнить людям? Как я уже сказал, что по причине неисправности устройства и эксплуатации электрооборудования тоже зачастую происходят пожары. А если на бытовом языке, то что это? Если на бытовом языке, то все бытовые электрические приборы должны эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационной документацией. То есть с инструкцией по использованию. Необходимо, если вы купили бытовой электронагревательный прибор, прежде всего ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, где указаны меры безопасности, соответственно технические характеристики электро-бытового прибора и меры предосторожности при его использовании. Уже не одну жизнь сегодня спасли пожарные извещатели. Как правильно выбрать это устройство? Наверное, уже все граждане, за редким исключением, слышали об автономных пожарных извещателях. Ежегодно в республике фиксируется больше ста случаев, когда сработка автономного пожарного извещателя позволила предотвратить последствия пожара, а иногда и спасти даже жизнь нашим гражданам. При выборе извещателя необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, ведь это прибор, который реагирует на задымление. Необходимо его установить на потолке или в непосредственной близости от потолочного перекрытия. В случае задымления он подает сигнал оповещения и, соответственно, предупреждает наших граждан о возникновении возгорания и задымления. Многие кладут пожарные извещатели на шкаф, чтобы не вешать к потолку, так удобнее, на шкаф. Но в таком случае будет ли этот прибор работать? Оптимальное место размещения автономного пожарного извещателя на потолочном перекрытии. Допускается размещение извещателя 15-10 сантиметров от потолка комнаты на стенах. То есть в противном случае гарантии нет, что пожарный извещатель своевременно оповестит о беде хозяев? Совершенно правильно. Какую помощь сегодня сотрудники МЧС оказывают населению? Как ведется работа по мониторингу чрезвычайной ситуации и условий, в которых проживают люди? Работники МЧС постоянно проводят профилактическую работу среди населения. Ведь только благодаря ей мы можем привить и донести знания по безопасности и привить культуру безопасности жизнедеятельности нашим гражданам. В зону особого внимания попадают граждане, склонные к употреблению спиртных напитков, а также многодетные, малообеспеченные семьи, а также одинокие и одиноко проживающие граждане, которые нуждаются в дополнительной защите. В настоящее время государством реализуется ряд программ, которые направлены на повышение уровня, в том числе и пожарной безопасности, граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите. Это пожилые граждане, это престарелые. Выделяются средства на ремонт электрооборудования, замену электропроводки, ремонт печей и, соответственно, установку автономных пожарных извещателей, что, безусловно, помогает сохранить жизнь нашим гражданам. Александр Владимирович, я благодарю вас за конструктивный разговор. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий, попавших в объективы видеокамер, телефонов, регистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. Забавный случай произошел в штате Луизиана, США. Водитель квадроцикла позабыл о мощности своего транспортного средства и при заезде на прицеп так прибавил газу, что взлетел на нем, как на трамплине, и врезался в пикап. Квадроцикл упал в сторону, а водитель завершил свой полет на асфальте. Кадры из Поднебесной. Разборка в тоннеле. Дорогу не поделили два автомобилиста. Один из них имел неосторожность неаккуратно перестроиться перед белым внедорожником, что вызвало у его водителя нешуточный гнет. Тот догнал автолюбителя и жестко подрезал обидчика. В итоге красный аутлендер потерял управление, врезался в бетонную стену тоннеля и словно о наждачный камень помял кузов и стер с него краску. Благо, этим все и закончилось. Такие игры в тоннеле часто имеют трагический финал. Следующее видео из гор штата Колорадо. Посмотрите, как осторожно приходится спускаться водителям по грунтовому серпантину на высоте в тысячу метров над уровнем моря. Владелец этого внедорожника хотел было даже бросить авто и идти пешком, но все же поборол ужас и плавно спускался по каньону. Как вдруг произошло вот это? Американец нажал на тормоза, а по склону горы прямо через дорогу кубарем вниз скатился джип. «Нутри меня все похолодело», признался водитель иномарки. Позже оказалось, что за рулем потерявшей управления машины находилась 23-летняя девушка. Она получила серьезные травмы. Ее парень выскочил из авто за секунды до того, как машина скатилась в обрыв. А это видео экстремального заезда на территории Псковской области России. Получились не гонки, а игра в боулинг. На крутом повороте в занос вошли несколько автомобилей. Болиды сходили с трассы по очереди, но все как под копирку. Это был первый. А вот контроль потерял второй, добавив повреждения авто, открывшему счет любителей кювета. Третья машина легла на крышу автомобиля предшественника, и очевидцы уже стали спорить, сколько же их в итоге будет. Счет закончился на четырех. Последняя гоночная машина сошла с трассы раньше и не долетела до кучи малы и спортивных болидов. Благо, никто из участников экстремального ралли не получил серьезных повреждений. Теперь к велосипедистам. Полупрозрачные пластиковые ворота могут быть для них опасны. Этот велолюбитель врезался в такие ворота на полном ходу, когда как следует разогнался со склона. В этой ситуации очень не помешал бы велосипедный шлем. А этот искатель приключений на двухколесном транспорте почему-то поехал байкером на перерез. На перекрестке он выехал прямо на середину проезжей части и, конечно же, попал под колеса мотоциклиста, который вместе с остальными участниками дорожного движения выжал газ на зеленый. Чудом обошлось без тяжелых последствий. Упавшего на асфальт велосипедиста ловко объехали остальные мотоциклисты. Четырехлетний ребенок застрял в автомате с игрушками на востоке Китая. Старшая сестра сказала младшей пролезть в камеру приемника мягких игрушек, чтобы достать одну из них рукой. Не исключено, что девочки проделывали такой финт и раньше. Но в этот раз что-то пошло не так. Малышка застряла внутри автомата. Взрослые вызвали спасателей. Тем при помощи инструмента пришлось его вскрыть. Детей передали полиции, которая связалась с их родителями. На этом все. Оставайтесь на Беларусь 4. Гомель. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова